Да, пишем. Актеры. Да, стоп. О премьере тогда было думать еще рано. Два месяца съемок, четыре часа от снятого материала актеры от пяти до двенадцати лет. В итоге получился 30-минутный фильм, в котором авторы попытались поднять довольно сложные философские вопросы. Три девчонки просто попадают в прошлое своих мам и пап. И без всяких доказательств они просто видят своими глазами, как жили их родители. И понимают, что жили они замечательно. Мне очень хотелось донести до детей мысль о том, что наши мамы, бабушки, мы имеем с ними связь, нить поколений. Все съемки проходили в Видном, вы без труда узнаете эти места. Киношники частенько выбирают улицы города, чтобы снять планы второй половины двадцатого века. Наши герои тоже из настоящего перелетают в прошлое. Так, готовились. Стоп, стоп. Где банка? Уже во время съемок решили, что премьеру надо обязательно делать на большом экране. Многие зрители в зале – те, кто снимался в фильме. Теперь они могут немного почувствовать себя звездами. Классик голливудского кино Джеймс Кэмерон говорил, «Как снимать кино? Бери камеру и снимай». При этом, сколько задумок так и остаются мечтами. Потому что для того, чтобы их воплотить, требуется мужество и целеустремленность. И у этих людей оно есть. По сценарию действия происходят летом, а снимали в весенние месяцы, которые в этом году выдались прохладными. От актеров требовалось не только отлично играть, но и буквально преодолевать себя. Когда были холодные дни, нам режиссер прям говорил, «Представьте, что тебе не холодно, вам жарко, что вы в пустыне, вам хочется охладиться очень сильно». Это было, конечно, сложно. Задачи перед юными актерами часто стояли нетривиальные. Например, Алина Жукова играла роль будущего. Войти в столь абстрактный образ было довольно нелегко. Это надо сосредоточиться на одном моменте и понять, что ты играешь. То, что будет, и ты должен быть серьезным, настроенным на то, что надо собраться и делать свою работу. Оценивать качество фильма с обычных позиций вряд ли стоит. Чтобы снять кино, нужно много денег. А все, что было у наших создателей, только огромное желание. Большого количества возможностей взять технику какую-то финансово и не было, ну и по времени тоже. Поэтому как бы выкручивались тем, чем могли. То есть какие-то, что было на руках, там камера, пару объективов, какой-то свет подручный. То есть там сам я, может, где-то даже смастерил немножко. То есть вот так. А еще одно из главных приобретений всех участников процесса – бесценный опыт. Ведь останавливаться на достигнутом они не собираются. Безусловно, это проба пера определенного, как у нас в писательстве говорят. Я захотела, я сделала. И мне кажется, что я знаю, как сделать теперь еще лучше. Я получила опыт. Опыт получили люди рядом со мной. Для оператора это тоже было впервые. И мне очень хочется делать еще. Делать лучше, делать масштабнее, делать профессиональнее. Остается пожелать съемочной группе актерам новых свершений. И кто знает, может быть, совсем скоро мы увидим одно из их творений на каком-нибудь кинофестивале. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok